Здравствуйте, дорогие телезрители! Добрый день, друзья! Сегодня у нас замечательный день! Сегодня первый выпуск программы учебного телевидения Института современного искусства. Авторами и участниками, которого будем все мы. Мы станем освещать самые важные новости Института, проводить мастер-классы и встречи с интересными людьми. Учебное телевидение – это ваше телевидение. Каждый из зрителей может стать участником и даже его создателем. Этот выпуск проведем мы, студенты 5-го курса факультета журналистики, Регина Бацан и Юрий Есин. Когда студенты приходят всей группой, не переставая задают вопросы и увлеченно слушают? Правильно, когда им интересно. Все вышеописанное недавно испытали студенты факультета режиссуры и кино. 22 марта в Институте современного искусства прошла творческая встреча кинорежиссера Сергея Соловьева со студентами ИСИ. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и народный артист России. Окончил режиссерский факультет ВГИКа и с 1969 года начал работать на Мосфильме в качестве режиссера-дебютанта. Преподавал во ВГИКе и был членом жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах, обладатель множественных кинонаград. Встреча прошла в узком кругу и была больше похожа на общение старых друзей. Я вам еще раз говорю, что режиссура без личного кайфа невозможна, а личный кайф обеспечивает призвание. Ну то есть если тебе нравится, допустим, или кому-то еще, ну дико нравятся ночные клубы, а на съемки это значит там нужно заработать на ночной клуб, понимаешь? Ну значит это возникает такая тупая, отвратительная профессия, понимаешь? Нужно дуреть от этого кайфа, дуреть от этого кайфа режиссуры. Студентов интересовали разные вопросы, связанные с творческой деятельностью Сергея Соловьева и его личной жизнью, ну и конечно же его дальнейшие творческие планы. Главной новостью к кульминации встречи стало сообщение о том, что в ближайшее время в его преподавательские планы входит сотрудничество с факультетом режиссуры кино и телевидения Института современного искусства. Эта новость вызвала бурные эмоции студентов и преподавателей, спровоцировала новую волну вопросов, связанную уже именно с подходом к преподаванию, на что Соловьев ответил, что для ответов на все эти вопросы у них еще будет много времени и попрощался многообещающим до новых встреч в учебных аудиториях. Зритель рад слушать музыку этого текста, эти мысли. 26 марта в Институте современного искусства прошел показ дипломного спектакля 4 курса актерского факультета «Братья Карамазовы». Художественным руководителем курса является заслуженный артист Российской Федерации, доцент Владимир Николаевич Камратов, режиссер-педагог Владимир Яковлевич Шохин. Это один из шести спектаклей, которые играет этот курс. Также в арсенале выпускников есть «Инцидент в метро», «Зойкина квартира», «Безумный день или женисьба Фигаро», «Трудовой хлеб» и «Висайская история». Играются Карамазовы уже в 17-й раз. Премьера была 1 марта прошлого года. Как нам рассказал Владимир Яковлевич Шохин, «Это очень хороший курс. Действительно, я благодарен, что попались такие студенты. Они очень работящие. Приходят за 3,5 часа до начала и устраивают всю сцену. Все это обрызгивается водичкой, пылесосится. Это все их руками, причем никого не надо подгонять. На курсе очень хорошая атмосфера». Наверное, приятно слышать такие слова от своего преподавателя, особенно актерам, ведь какие к ним большие требования. Но интересно вот что. И сам Владимир Яковлевич не остался за кадром, а даже совсем наоборот. Он на одной сцене с ребятами сыграл роль отца, идеолога Федора Павловича Карамазова. Вот как он сам объяснил такой выбор. Ну, во-первых, вы знаете, у любого человека, работающего в театре, должны быть учителя. Затем он сам практикующий и ученики. Весь цикл завершен, когда тебя учили. Ты каким-то образом все это реализовывал на сцене и кому-то передаешь. В этом все дело. А кроме того, возрастная роль. И Достоевский, автор, которым я занимаюсь 40 лет. И с руководителем нашего факультета Евгением Вениаминовичем Радомысленским. Он делал молодым педагогам спектакль «Преступление и наказание», в котором я играл. Поэтому остались такие серьезные воспоминания. 40 лет я занимаюсь этим автором. Ну и, естественно, когда подошел момент играния, возрастная роль, отец всех, надо было дать какое-то начало. Я оцениваю так. Я очень благодарен этим ребятам. Они действительно очень хорошо относятся к материалу. Даже по собственной инициативе ездили в Старую Руссу. Это под Новгородом. То есть то место, где разворачиваются братья Карамазовы, Достоевского. По собственной инициативе они ездили на три дня, ходили в монастырь, где должен был служить Алеша Карамазов. То есть они проявили большую-большую заинтересованность в этом. И это сказывается в течение всех полтора года мы работаем. Год играем, полтора, чуть побольше работаем. Колоссально их заинтересовало. Автор. Автор таков, что я убедил, что если мы играли пятый час, Забу все равно слушал. Это очень актуальный автор, необходимый зрителю. Зритель рад слушать музыку этого текста. Кто хочет, тот ищет возможность. Вот и у студентов факультета журналистики Института современного искусства появилась уникальная возможность приблизиться к профессии напрямую. Главное – проявить себя. 24 марта в Институте современного искусства состоялась встреча главного редактора газеты «Московская правда» Шода Саидовича Муладжанова со студентами. В беседе с молодыми начинающими журналистами, полными энергией и амбиций, Шод Саидович рассказал о деятельности газеты и о новых проектах. В частности, для увеличения аудитории и привлечения большого числа молодежи разрабатываются интернет-радио и телевидение. Редакция ищет новые таланты, которых в ВСИ достаточно. Ребята могут попробовать себя в роли корреспондентов и ведущих новостей или оригинальных рубрик. Желающих принять участие пригласили в редакцию, рассказали о планах и предложили идеи. Взаимная симпатия и понимание, возникшее между студентами факультета журналистики и работниками «Московской правды», привела к решению о дальнейшем совместном сотрудничестве и новым творческим находкам и открытиям. Речь идет вот о чем, что мы сейчас с вашим руководством, с ректором договорились, что послезавтра, то есть в среду в 15 часов, мы у себя в редакции примем тех из вас и еще других людей, кто захочет с нами попробовать поработать. В моем кабинете эти люди соберутся, но соберутся уже не так вот друг на другу посмотреть, как мы сейчас смотрим, а соберутся уже с прицелом о чем-то договориться. Пожелаем удачи Союзу двух творческих коллективов газеты «Московской правды» и Института современного искусства. О самых интересных совместных работах мы расскажем в следующих выпусках новостей. Что такое «Фестес»? Ответ на этот вопрос, с одной стороны, очень прост. «Фестес» — это Московский фестиваль студенческого творчества, который на протяжении многих лет работает со студентами для студентов и только ради студентов. С 26 по 25 апреля в столице проходил 20-й юбилейный Московский фестиваль студенческого творчества «Фестес». Фестиваль является официальной программой правительства Москвы, Московской городской думы и Совета ректоров вузов Москвы и Московской области. За 20 лет проведения «Фестес» по своей сути является фестивалем фестивалей. На «Фестесе» студенты могут участвовать в любой из 17 творческих номинаций. Классический и эстрадный вокал, фольклор и КВН, инструментальная и рок-музыка, театр и шоу-программы, художественное слово и бардовская песня, бальный и эстрадный танец, хоры и джаз, студенческая пресса и социальная реклама, прикладное творчество. На малой сцене Московского института современного искусства в рамках молодежного форума в этом году проходил конкурс «Студенческая театральная весна». Театральное искусство во все времена было одним из самых популярных направлений студенческого творчества. Само понятие «студенческий театр» существует в России еще со времен появления первого университета. И с тех пор во многих московских вузах образуются и работают театральные студии, актерами в которых выступают будущие врачи, полиграфисты, инженеры, экономисты и прочие. На фестасе театральное направление представляет 52 студенческих коллектива, лучшие из которых примут участие в гала-концерте номинации. Фестиваль в целом мне понравился, много прекрасных сцен, классные ребята, все очень старались, в общем все молодцы. Что для меня театр? Я думаю, что театр для меня это способ проявить себя в будущем, то есть развить свои способности как-то в другом направлении, в другом ключе. Это способ раскрыть себя. На сегодня это все. Мы с вами прощаемся. Мы это Регина Бацан и Юрий Есин. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова